Ну что ж, официально здравствуйте! Мы с вами начинаем очередную сессию. Сессия посвящена легенде первой ступени 2002 года. Ее уже по определенной традиции называют старой легендой. У меня язык не поворачивается так говорить, поскольку особенно легенду Гласию, которую мы сейчас с вами будем разбирать, я считаю лучшим регулятором в мире, в котором сосредоточено, пожалуй, все, что может быть в регуляторе строения современного, нового, последнего и полезного. Отвалилась штучка, потому что я заранее его разобрал, чтобы демонстрировать. Итак, у меня над чатом не видны. Ну не знаю, может быть, может быть. Ну что ж, я хотел бы рассказать об общих правилах. Сессии, общий чат, это для нас, для всех. Но акцент на вопросы нужно делать во вкладке «Вопросы», чтобы однозначно вы были услышаны и я дал ответ. Если даже допустить, что вопрос будет пропущен, один раз такое произошло, то все равно вся сессия записывается и все вопросы потом ложатся в виде архивного файла «Нау». И мы, безусловно, не оставим вопрос без внимания. Кто-либо из сотрудников обязательно ответит на него. Итак, подговорящий головой чат и вопросы. Далее в ваших инструментах есть плюсики и минусики. В основном окне – это увеличение, уменьшение изображения. И есть также клавиша «Сохранить изображение». Сессия записывается. В чате, в самой верхней ссылке, показан наш обновленный. Но он даже не обновленный, он реально полностью новый. Сайт «Aqualong.ru». Мы перенесли самые важные вещи из старой версии, безусловно. Он стал проще, он стал в новом модном формате в виде сплошной ленты. Если вы обратили внимание, сейчас мы по некой тенденции все веб-мастеры своей компании переделают именно в этот стандарт. В том числе «Aqualong International» это сделал. И мы, дабы не отличаться, поскольку мы являемся подразделением «Aqualong International». Так вот, там есть вебинары. И все вебинары, и этот плюс, там час после его окончания, появятся. Исключение представляет вебинары специального назначения. Ох, как я громко сейчас высказался. Исключительно маркетинговые вебинары рекламного характера, которые нужны для более узкой аудитории маркетологов и руководителей. Поэтому 90% вебинаров технического назначения, общего назначения, безусловно, там присутствуют. Итак, перед вами развертка или деталировка. Легенда 2002 года. Показана версия DIN. Показана версия YOK. Показана структура ACD и без структуры ACD. И показана подверсия легенда. Как вы видите, одним словом, максимальная деталировка одной ступени, подразумевающей, раз, два, три, четыре, пять аж версий этой легенды. Я слышал в свой адрес, правда, вне рамках сессии, о том, что, ну вот, вы говорите кратко, не все понятно. Поэтому нельзя после сессии той или иной провести обслуживание. Друзья, я напоминаю, подчеркивающий раз, у нас не обучение. Я ожидаю, что перед нами сидят люди, которые прошли, как минимум, семинары, имеют практику. И мы обращаем внимание на тонкости, на нюансы. Это не является готовым учебным уроком. Для этого есть семинары личностные. Я до сих пор не имею понятия, как их проводить онлайн, хотя ожиданий есть со стороны общественности, как это сделать, я не представляю. Я не могу заменить личное общение ничем. Семинар, который как бы является стандартным, одинаковым, он никогда не был одинаковым, поверьте. Он всегда разный, потому что сидят разные люди. И у меня глубокое убеждение в том, что все-таки интернет-вебинаром наш технический семинар никогда не станет. Поэтому мы занимаемся тонкостями и нюансами. Итак, мы с вами отдельно разберем структуру ACD, потому что она более технически сложна, чем обычные коннекторы. И там есть два тонких места, на которые я обращу внимание. Также мы обратим внимание на легенду Гласия и ее радиатор, который является теплообменником. Вы знаете, о чем я говорю. Таким образом мы обсудим ряд с вами нюансов обслуживания. Итак, инструменты, которыми я бы пользовался при обслуживании данной модели. Ну, вариант максимум – это набор головок. А вариант минимум, знаете, ну, большинство головок для обслуживания регулятора здесь не будет применено. Поэтому это стандартная головка – 17 разъемом миллиметров. И нам понадобится 11. Это нужно будет для ACD, я покажу вам. Или я пользуюсь обычно отдельной головкой, знаю, что она мне нужна. Для конструкции ACD вот просто отдельная головка, трубчатый ключ, хороший рычаг весьма. Иногда даже получается открутить рукой, хотя усилие там большое. А что мы видим дальше? Знакомый шведский ключ, или универсальный ключ, или раздвижной ключ образца иностранного производства. Я говорил на одном из вебинаров, губки должны быть узкими. Это как раз нам понадобится для работы с сухой камерой. Варианта легенда обыкновенной. Вот я навел сейчас стрелочку. Ну и в быту очень полезная штука. Максимальный разъем 35 миллиметров, плюс еще дополнительный 40, его будет достаточно. Универсальный ключ. Накидной ключ 17 и 19 играет здесь определенную роль, но есть вещи, где его использовать нельзя. Это тема нашей сегодняшней сессии. Вы видите маленькая ковырялочка с модным названием Magic Tool, но все же ковырялочка. Мы с вами аккуратно беседовали о запрещенных инструментах. Дело в том, что Аполлунг не позволяет нам работать с инструментами из твердых сплавов. Ну а все остальное это ваша личная ответственность. Безусловно, набор китов. В данном случае перед нами универсальный кит нового образца. Они даже визуально отличаются своим другим фоном. Это максимальная комплектация для сверхсбалансированных первых ступеней. С-ключ здесь лежит напрасно, потому что он нужен для обслуживания вторых ступеней. Мы сейчас говорим только о первой. Стандартный набор шестигранников, в котором нам понадобится номер 8 и номер 4 в данной модели. Мы видим ручку-рукоятку, держалку шестигранную с высокой резьбой и средней резьбой. И мы видим наш ключ, ключ собственного производства, который мы вложили в комплект Кампа, о котором мы с вами тоже будем говорить. В этом комплекте официальные ключи Аполлунг плюс четыре новых. Об этом мы с вами говорили. Вот это один из новых. Мы его немножечко модернизировали. Организировали площадку, которая находится над рукояткой, вот близко. Мы немножко увеличили. Таким образом, это позволяет поставить на нее 17-ю головку. И при закручивании сухой камеры мы могли бы использовать динамометр в этом случае. А не крутить рукой, используя вот этот рычаг просто, ну, как рычаг для дополнительного усилия, например. Ну, об этом будем говорить более предметно. Итак, я напоминаю вам, что все действия с первой ступенью начинается с вкручивания в нее рукоятки. Это удобно, это полезно, это положено по инструкции. Именно рукоятку мы вкручиваем потом в тиски. Об этом вы знаете. Просто напоминаю еще раз повторение мать-учения. Знаете, на семинаре, когда у нас люди сидят, ну, первый раз выполнили, потому что под подсказку было. Второй раз выполнили, а когда речь заходит о самостоятельной работе, опять начинают держать руками и крутить, предлагая усилия. Вот запомните, положили на стол первую ступень, а второе движение. Крутите в нее ручку. В варианте аквалунг не так важно. В дырку высокого давления или среднего давления вы ее вкрутили. Конструкция позволяет работать с любой. В отличие от Apex, где только высокое давление используется ввиду их особой конструкции. Итак, мы с вами начнем с сухой камеры. Дело в том, что при неправильной очередной сборке моменты затяжек могут быть нарушены. Поскольку зона соединения сухой камеры с корпусом, я ее показал сейчас стрелочкой, она имеет максимальный момент затяжки 25 ньютонов на метр. Это то, что рукой почти всегда не удается открутить, нужны тиски. Таких моментов затяжек в первой ступени немного. В частности, я укажу вот эти тяжелые моменты в первой ступени обязательно. Так вот, один из них это сухая камера. Неважно какая у Гласси или у обыкновенной. И при правильной сборке предшествующей, пытаясь открутить крышку шестигранником восьмым, мы, естественно, ее откручиваем, потому что здесь момент затяжки 5, максимум 7 ньютонов на метр. Но бывает так, что откручивается так, как я сейчас вам показал. Что делаем в этом случае мы? В этом случае мы используем наш специальный инструмент. Он имеет технологическое отверстие специальное, потому что внутри у нас остался, он не виден сейчас, грибок, который имеет штыревую такую часть выпуклую. Так вот, как раз под нее здесь сделана дырочка. Вставляя его с обратной стороны, потому что применение у него вообще другое, как вы понимаете. Он должен откручиться со стороны крышки с сухой камеры. И вставляя как раз 17-й ключ, мы сможем расконтрить данную конструкцию и сделать дальше положенные нам действия. А следующий момент. Мы переходим к конструкции ACD. В данном случае перед нами DIN, поскольку здесь больше ожидаемых проблем. Итак, все начинается с конуса DIN. Я в варианте макро сфотографировал. Здесь у нас маленький 4-миллиметровый шестигранник используется. Усилие оригинальное здесь небольшое, поэтому откручивается это, как правило, рукой. При условии, что вы держите первую ступень на рукоятке, а не держите ее в руках. Но стандартная ситуация. Дело в том, что используя грубый инструмент, неподходящий по размерам инструмент, вот этот шестигранный разъем очень часто я встречал разбитым. И это усложняет и усложняет дальнейшую разборку. И в конце концов он стирается вообще напрочь. Мне хотелось бы, чтобы вы, даже если вы с этим не сталкивались, напишите мне, пожалуйста, что бы вы сделали, если очередной раз вы не сможете использовать, например, шестигранник. Конечно, вариант раз – это заменить его, а если его нет, или мы долго будем ждать заказа, вот в процессе скажите, что бы вы сделали. Ну, а я встречал такие варианты. Не то, чтобы я их поощряю, но это тот выход, который, наверное, но все равно существует. Я видел людей, но я без смеха не могу это говорить. Они брали, делали, ну, неким инструментом, например, напильником, делали прорези вот здесь вот, для того, чтобы использовать отвертку. Ну, грустная ситуация, но, собственно, наш народ на выдумке хитер. Поэтому значительно проще работать с этим конусом просто аккуратно. Ну, вот вы видите, в данном случае конус. Это мой учебный регулятор, который открывался, наверное, не одну сотню раз. Ну, если учесть, что только у меня студентов за мой небольшой срок уже перевалило за сотню, можете представить, а эти регуляторы работали и до меня несколько лет, несколько сотен раз этот регулятор разбирался. И, как вы видите, в весьма приличном состоянии конусообразная часть. Поэтому я предлагаю аккуратнее относиться к этому узлу. Повторяю, момент затяжки здесь небольшой. Поехали дальше. Здесь ситуация повторяется. Как и с сухой камерой. Я хочу вернуться сейчас к началу, к большому рисунку. Итак, сейчас мы плотно будем говорить с вами о следующих деталях. Винт, на который я навел стрелочку, это держатель фильтра. Усилие момента затяжки 25 ньютонов на метр. И длинный винт, винт ACD. Вот он. Он тоже имеет усилие 25 ньютонов на метр. Таким образом мы с вами рассмотрели другие моменты затяжки. Это сухая камера любой конструкции. Это винт ACD, 11 разъем. И держатель фильтра, 17 разъем. Вот эти два момента затянуты под 25. Вы сейчас поймете, почему я очередной раз настаиваю на этом. Елена спрашивает Евсеева. Извините, Виктор, не могу войти в папку вопросов. Необходимо сделать чуть меньше окно ведущему. А Елена, мне так хочется, чтобы меня хорошо видеть. Но это я шучу, конечно. Сейчас сделаем. Сейчас, сейчас, сейчас. Говорящую голову уменьшим. Согласен, неприлично она какая-то большая. Но сейчас видно. Не знаю, наверное, да. Но я, по-моему, уменьшил окно. А как еще? А, нет, сейчас, сейчас. Вот. Наверное, так теперь видна вкладка, да, Елена? С опозданием я среагировал, но ничего страшного. Итак, я говорил все это к тому, что когда мы раскручиваем конус, может получиться так, что у нас в руках окажется вся структура ACD. Здесь причина, в основном, я вижу ту, что тоже в момент очередной сборки были нарушены моменты затяжки. И тот винт, который сейчас показан здесь, это и есть один из тех, который закручивается под большим усилием. А наш конус, я еще раз говорил, с маленьким усилием, почти в трехкратно меньше. Но, тем не менее, через раз выходит так, что весь узел выходит... А его нужно разбирать, поэтому в нашем распоряжении еще один специальный инструмент из набора кампа. Вот этот ключик, который вы видите сейчас на фотографии, мы вставляем его прямо между резьбой. и свободно сможем расконтрить и разобрать полностью этот элемент. Дальше поехали. Вот мы разобрали все, и перед нами остался второй мощный винт, он же держатель фильтра. Вот здесь нужна крайняя осторожность. Рисунок, который я вам сейчас привел, с использованием накидного ключа, дает пример отрицательной разборки. Категорически запрещено делать то, что я сейчас вам сфотографировал. Несмотря на то, что он полностью подходит под размер, и можно выполнить данное действие. Объясню, почему сейчас. Обратите внимание, как нужно делать в данном случае. Мы берем с вами 17-ю головку, берем рукоятку и делаем то же самое действие. А все это связано с тем, что конструкция винта, обратите внимание, такова, что вот его верхняя часть, которая находится наружу, она имеет на гранях определенные полукружья. Но здесь немножко они разбиты, повторяют учебные регуляторы. Это такие ровные полукружья. Сделано это для одного лишь. Вот передо мной оригинальный вариант, смотрите. И здесь у нас входит маховик. Маховик должен свободно гулять и крутиться. Вот видите, вообще очень свободно. Если мы делаем это действие, раскручиваем нашим накидным ключом, мы нарушаем эти полукружья. В итоге мы видим, при сборке, мы, конечно же, сможем выкрутить винт, но при сборке мы видим, что колесо крутится или плохо, или оно крутится вообще с большим трудом, нарезая на самом деле, скорее всего, на своей полости, нарезаем маленькую такую порошкообразную стружку, которая теоретически, поверьте, я это не проверял, теоретически может оказаться в корпусе регулятора. А там дальше у нас фильтр, который способен забиться с помощью этой стружки. И началась грустная история. Поэтому последний винт обязательно мы с вами откручиваем с использованием головки. И закручиваем с помощью нее, безусловно, потому что момент затяжки определить усилием рук, конечно, можно, но это, наверное, не так удобно. Лучше это сделать головкой. Еще один интересный момент. Вспомните эту деталь. Мы говорим об узле ACD. Она находится сверху. Сейчас я найду свой оригинальный вариант. Она находится вместе с конусом. Вот так это выглядит. Вот эта штука. Конус мы выкрутили. Это у нас был четвертый разъем. У нас осталась эта шайбочка. Ну, все просто элементарно. Это штампованное изделие, сделанное из стали. Все очень надежно. Этот оригин мы меняем все с радостью. Обратите внимание, я сделал фотографию макро. Там у нас спрятался еще один оригинальный. Он важен для корректной работы структуры запорного устройства. Этот оригинальный забывают поменять. Просто забывают. Его не видят. Поэтому, недаром инструкция говорит, что прежде чем приступить к обслуживанию, возьмите хотя бы перед глазами свою деталировку. Если допустить, что вы в деталях знаете, как все работает, как нужно все разбирать. Деталировка вам подскажет. Вы увидите там это колечко. Вы спросите у себя, где оно должно быть. И быстренько устраните эту неисправность. Дальше. Модели предыдущей жизни не имели ACD. Потому что ACD это, наверное, ну, мне кажется, это последняя революционная инновация от Аквалун. Потому что, наверное, теперь можно смело сказать, что вот все, технологический потолок, ничего больше придумать нельзя. Следующий элемент это жабры. Но это уже тогда не скобо давим, конечно, другое будет. Были штуцеры. Дин. На фотографии, я считаю, достаточно хорошо показано. Вот. Что получается? Ломается коронка. Скорее всего, при разборке. Потому что вот этот элемент, как правило, засахаривается максимально. Говоря о предыдущей вещи, держателе фильтра. Как бы по умолчанию ожидайте, что максимальная сложность при раскручивании будет именно с этим винтом. Потому что при неправильной эксплуатации регулятора здесь может быть вода. Здесь впоследствии образуется каменное образование. И плюс большой момент затяжки это причинить как бы максимум проблем при разборке. Особенно неправильно обслуженных регуляторов и по срокам, и по технологии обслуживания. В итоге, если вы понимаете, что наступает момент, когда вы способны сорвать резьбу. Ну, вам нужна ночь для того, чтобы раскрутить полностью регулятор. Чтобы там было больше дырок. Чтобы все раскручиваемое выкрутить и оставить его замачивать на ночь. Ну, в чем-то я сейчас не буду эту тему расширять. Вот. Я пользуюсь в сложных случаях с филитбэнком. Вот. Назначение у него очень исходное. Вот. Растворяется эту гадость. В том числе и ту, которая мешает раскрутиться нормальный регулятор. Но это уже крайности. При нормальном обслуживании такого бы никогда не произошло. И так, со штуцерем та же песня. Этот момент затяжки максимально тугой. И он максимально засахарен из всех остальных элементов. И бортик, который мы видим, который сломался в данном случае. Это живая модель, к сожалению. Вот. Это самое тонкое место. Как его сломать? Его можно сломать не полностью, вставив туда шестигранник. Вариант раз. Вставив шестигранник или другой инструмент не того размера. И вот мы на грани того, что это сломается. Вы знаете, когда мы теоретически обсуждаем такие вопросы на семинаре. Я аккуратно намекаю при условии, что принятие решения все равно за сервисменом. Если вы сталкиваетесь с тем, что вы не можете что-то открутить. И вы интуитивно чувствуете еще одно движение. И это сломается. А вот в этой крайности, в моей жизни такая была всего одна. Я честно отказываюсь от обслуживания. Потому что, если вы продолжите действие, проблем станет больше. Для вас в первую очередь. И при этом вы не решите основную задачу. Вот такой вот случай. Ну, скажем так, из двух зол я бы выбрал меньшее в данном случае. Дело в том, что если винты, которые мы рассматривали с вами ранее, они все-таки при специальной доработке, они могут быть выкручены. То есть, вот этот старый уже ныне узел. Здесь может быть такая ситуация. Ну, что вы не найдете решения. То есть, большего усилия применить нельзя. А его не хватает, тем не менее, для весьма засахаренной модели регулятора. Ну, и мы завершаем сегодняшнюю короткую с вами сессию. Тем, что я вам на рисунке показал, как правильно выставить момент затяжки на легенде. То есть, наш инструмент, видите, он имеет дополнительную площадку сверху, которой достаточно для того, чтобы поставить на нее 17-ю головку. И дальше обычным динамометром выставляете нужное положение. Мне кажется, этого достаточно. Я напоминаю, что мы сами придумали этот инструмент и сами вложили его. Его нет в официальной комплектации Аквалум. И в очередной парте заказа мы эту площадку еще более расширим. Хотя и данной площадки, поверьте, вполне достаточно для того, чтобы гайка держала. 25 мм на метр – это не сверхусилие, которое нельзя было бы выплыть вот на такой площадке. Так, позвольте я взгляну на чат, потому что, вероятно, здесь вопросы были какие-то. Я уже сделал меньше окошки, друзья. Мы устранили же, да, эту неисправность. Теперь все видно, да, надеюсь. Вот, вопросы, папка пустая. Наверное, я очень ясно излагаю, раз вопросов нет. Я напоминаю, что сессия записана. В скором времени она будет выложена в YouTube. Она будет выложена на ссылке, которую я показал вам сверху. В новом сайте Аквалум. И теперь и в дальнейшем все это будет происходить. Закладки просто обратно. Ну что ж, друзья. Наше мероприятие очередное закончено. Благодарю вас всех за внимание. Всего доброго.